А первым началом ролика хочу поставить вам канал Тони В. Он снимает видосики по Machine Harder Play и не только. Ссылка на его канал будет в описании, я также подпишусь и вам советую. Также перед новым годом у него будет конкурс, поэтому если подписывайтесь, участвуйте, смотрите его видосики и ставьте лайки. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazin Holy Play. Первый сервер. Мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник по регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И в протяжении 5 вы получите 50 тысяч, в протяжении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazin Holy Play. Также большое спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Давайте до нового года постараемся, чтобы было 1000 введенных промокодов. Я вам буду очень благодарен. И также не забывайте подписываться на канал. Цель конца этого месяца набрать 14 тысяч подписчиков. Надеюсь, мы сможем это сделать. Ну что ж, как вы поняли по названию, сегодня будет тюнинг этой замечательной машины, а именно Audi RS6, которую я недавно себе приобрел. Ну как приобрел, я поменялся. В принципе, есть видео, если что, на канале. Я не буду ставить на эту машину чип, я сегодня поставлю на нее Nitro, что очень важно, потому что с Nitro, мне кажется, она будет совсем по-другому ехать. И попробую на ней повалить бочком на парковке дальнобойщиков. И поставлю антирадар, чтобы меньше получать штрафов. Конечно же штрафы будут приходить, но вероятность будет меньше, чем без радара. Поэтому я думаю, стоит его поставить. Я вот снял денежки, у меня накопились немножко денежки. Я рыбачил, плюс мне еще подписчик. Там давал деньги, поэтому есть деньги на тюнинг. Сейчас заедем до СТО. Почему, пацаны, я не в Батырево, пацаны, в СТО езжу? Ну, потому что у меня там дом, все дела. Потому что Батырево лагает при большом онлайне, как бы. Да, на новом оборудовании стал лучше пинг. У меня раньше пинг был 69, сейчас 30, 25 бывает. И поэтому это очень классно. Но, блин, то, что, типа, при большом онлайне все равно лагает сервак, поэтому я в Батырево не хочу тусоваться. Поэтому я всегда езжу в Арзамас. В основном здесь не лагает. Ну что ж, вот мы в СТО. Давайте в первую очередь, я думаю, починим машину за 25 тысяч. 100%, да? Так, и давайте теперь поставим азот. Азот у нас стоит, получается, пацаны, 500 тысяч. Покупаем, просто покупаем. С азотом, мне кажется, она вообще будет по-другому себя вести. Так, пишем тюнг и покупаем, получается, антирадар. Антирадар у нас стоит 150 тысяч. Это довольно-таки неплохо. В общей сумме мы сегодня потратим 650 тысяч на тюнинг RS6. Все, покупаем. Да, отлично. Можно выезжать. Сейчас я заправлюсь, пацаны. Поедем уже, получается, тогда на парковочку. Вот. О, с нейтросиком вообще просто. Капец, она бачком еще валит с зимней физикой, пацаны. Сейчас с разадим боком, я только заправлюсь для начала. Ну что ж, я заправил RS-ку. Теперь у нее полный бак. Теперь можно повалить бачком с нейтросиком. Приятного вам просмотра, пацаны. Сейчас попробуем ебануть бачком нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как установить зимнюю физику, есть у меня на канале. Поэтому можете устанавливать. Там все легко и просто. Просто 4 файлика там заменить и все. Ну, с нейтросиком, конечно, повеселее едет. Но вот так можно тоже круги делать. Блин, ну, конечно, RS-ка очень красивая машина. Мне как бы RS7 тоже нравится, но RS6 больше нравится. Пишите в комментариях, что вам больше нравится внешне. RS7 или RS6? Вот, RS6, RS7. Я думаю, вы знаете, как выглядит. Нереальная тачка очень классная, пацаны. Если хотите, я могу про нее снять подробный тест-драйв и объяснить вам, стоит эту машину покупать или нет. Какие у нее плюсы и минусы. Если хотите, то ставьте лайки и пишите в комментариях. Здесь мы уже подрифтили. Давайте подрифтим на вот этой дороге, например. Ох ты, блин, какая бачком. Красавица просто. Антирадар я не буду тестировать. Я думаю, сами понимаете, что это такое. Ух ты, е-мое. Аккуратненько. Ебать. Ай-яй-яй, это было больно. Это было очень больно, пацаны. Прям очень больно. Ну, ладно. Поедем дальше, прокатимся. Просто дальнобойщик, я его сразу не заметил. Ну, да ладно. И оно боком реально зачетно валит тачка. Давайте сейчас попробуем разгон с места проверить. Минуточку внимания. Хочу поставить бизнес в нашей семье. Наш бизнес это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Китан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте и тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с тахтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них это кикбоксинг, либо удар с тахтя. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал. Вход, конечно же, бесплатный. Конечно, здесь дорога неровная. Давайте пробуем сейчас без нитро. Вот, разгоняемся. 30, 60, 80. Почти соточка, уже соточка. 115, 120, 130, 140. 141 у него максималка, если что. И давайте теперь с нитро ебанем в другую сторону. Ну, пободрее, конечно, понятное дело, что нитро это больше и быстрее ускорение. Блин, видите, просто максималка реально быстро набирается. Блин, жалко чипа нету, конечно, блин. Честно, мне жалко такие деньги на чип. Чип стоит, пацаны, 3 миллиона 750 тысяч. Это как-то много. Мне как-то жалко даже таких денег, но у меня их даже нету. Поэтому мне их на двойне будет жалко, если они даже у меня появятся. Сейчас я выживаю как могу, рыбку ловлю там и так далее. Давайте, кстати, смотрите мой скилл уже, как у меня. Рыбака, шестой уже скилл рыбака. Вот, 1500 килограмм я уже поймал. Как бы вот такие вот дела, пацаны. Все равно я хочу до 10 уровня прокачаться, чтобы потом можно было в день зарабатывать около миллиона спокойно на рыбе. На 300 скилле мне чувак говорил, что можно вообще зарабатывать в день 3-4 миллиона по этому цене. Я думаю, оно того стоит. Просто у меня времени особо нету. Рыбачить, мне нужно видосики снимать, стримы делать, монтировать и так далее. Я думаю, вы все это понимаете. Такой лайтовенький сегодня видосик. Чисто я решил вам показать, как делается тюнинг на RS6. Если честно, мне кажется, вот, нитро и антиродаль это все, что нужно этой машине. Потому что, ну, чип, да, это тоже классно. Там плюс 20 километров она будет ехать, где-то 160. Может быть, ядравлику я не хочу на эту машину ставить. Мне кажется, это извращенство будет. Но так, тачка очень хорошая и классная. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу. Вступайте ко мне в семью. Вводите мой промокод. Все есть в описании. Всем пока-пока. Продолжение следует...